Основной политической силой в Республике Беларусь является Александр Григорьевич Лукашенко, и он формирует политическую среду. Выглядит это следующим образом. Накануне выборов составляется список предпочитаемых кандидатов. Он доводится до местной исполнительной власти и до спецслужб, работающих в регионах. Соответствующим образом по этому списку подбираются фигуры, соответствующие определенным критериям, которые затем подпадают в парламент. Авторитарный режим замкнутый, он не позволяет открыто действовать политически, в том числе действуют и медийные ограничения. То есть, например, государственное телевидение, которое во многом доминирует в информационном пространстве, имеет ясные установки не пиарить, не поддерживать тех людей, у которых есть динамический растущий рейтинг. И это правило было введено еще в 1996 году на белорусском телевидении. Поэтому любой человек, у которого больше 2% рейтинга, не имеет никаких перспектив быть медийной персоной. Не имеет известности, не имеет возможности выйти в политику. В белорусской оппозиции происходит переформатирование политического поля. Умирают старые политические структуры, которые создавались еще на закате перестройки. Происходит и умирание тех структур, которые были созданы за последние 10 лет уже в период Лукашенковской Беларуси. Поскольку все они доказали свою нежизнеспособность, и ни у одной из них нет опыта победы, хотя бы локальной, которую можно было бы предъявить в качестве того, чтобы доказать избирателю, мы можем. Совершенно понятно, что если режим меняется, наступается несколько другой период этого перехода, и эти новые лидеры могут возникать спонтанно. И в Советском Союзе была как раз такая ситуация. Даже тот же Сахаров, который был персоной альтернативного поля, он не имел того политического значения, пока Советский Союз, пока режим был стабилен. И сохранить шестую статью мы не имеем просто ни юридического, ни морального права. Андрей Дмитриевич, я прошу придерживаться обсуждаемого вопроса. Я считаю, что этот вопрос имеет принципиальное отношение по отношению к вопросу о власти Советов. Вот в этот переходный период, когда у него был минимальный рейтинг известности, поддержка, он был лидером мнений для интеллигенции, например. И тогда вот в таких ситуациях возможен выход этих людей в политическое поле. Трещины во властной вертикали появляются тогда, когда работающие в ней люди понимают, что перспектив нет. Пока такого понимания нет, пока есть осознание, что Лукашенко, если не вечен, то долгосрочен. Поэтому трещин нет и не будет. Белорусы хотят перемен, они во многом устали от существующего режима. Они хотят более лучших экономических условий этой жизни. Но когда у них спрашивают, а на кого вы возлагаете надежды на то, что эти перемены придут, они, в общем-то, возлагают на существующий политический эстеблишмент, на существующий режим, на существующее государство. Поэтому этот запрос упирается в никуда. То есть мы хотим изменений, но эти изменения должны прийти от тех, кто этих изменений не хочет. Поэтому здесь мы видим замкнутую ситуацию. Все зависит от того, как будет уходить Лукашенко, если он будет уходить по доброй воле, если он будет контролировать процесс передачи власти человеку, которого он сочтет своим преемником. Ну что ж, значит, скорее всего, перемены будут медленные и бесконфликтные. Если Лукашенко будет затягивать процесс передачи власти, надеясь, что вот еще один срок, ну еще один срок, как это было до сих пор, мы можем оказаться в ситуации взрыва. И вот тогда никто никому ничего уже не может гарантировать и прогнозировать, что будет очень трудно. Вопросы перехода и тех, кто приходит на смену существующему режиму, если там Лукашенко уходит по каким-то причинам или там ситуация начинает меняться, они очень сложны. Вот, например, РЭП, профсоюз РЭП во время анти-тунеядских протестов против этого абсурдного декрета, они показали, что они способны выступать мобилизующей силой в той ситуации. Живее, Беларусь! Живее, Беларусь! Ну, никогда невозможно предсказать, какая именно ситуация будет. Невозможно предсказать, например, раскол или консолидацию элит после ухода Лукашенко, потому что какой-нибудь Макей, сегодня абсолютно лояльный, встроенный в эту систему, может иметь совершенно другие установки относительно развития страны, чем другие провластные группы. Мы считаем, что Беларусь находится в Европе, и Беларусь принадлежит к Европе. И тогда может возникнуть ситуация, когда возникает альянс между общественными группами и расколотыми элитами, как часто случается в переходном периоде. Тогда кто-то из существующего режима может претендовать на власть.